Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Александр Баранчук, начало дня. И наш коллега, алготрейдер из Лизани, Александр Баранчук, уже с нами. Александр, приветствуем вас. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Игорь Николаевич. Давайте посмотрим, что сегодня есть интересного. В целом, сейчас сделаем демонстрацию. Давайте посмотрим. Начинаем демонстрацию. Как видно? Видим, хорошо. Вам слово. Отлично. Давайте посмотрим, наверное, по нашему рынку. Начнем с индекса РТС. Пока у нас сегодня открылся гэп в рост. Сейчас пока мы по-прежнему в росте находимся. Честно говоря, ожидаю картину, что вполне можем еще. Еще подрасти. Если сейчас в текущем районе определенная остановка не будет. Так скажем. Если будет, то вполне может быть поход вниз на 145 тысяч и ниже. Может даже в районе 142. 500 примерно. Если вот сейчас здесь все-таки его остановят. Но в противном случае я ожидаю рост дальше в район, может быть, даже 155 по индексу. Честно говоря. Вот поэтому сейчас я активно наблюдаю здесь. По позициям у меня пока только куплены пока колы опционы. Брал еще, скажу, от 18 числа. Собственно, на колы со страйком 155. Сейчас пока наблюдаю тоже. Они находятся буквально в минимальной прибыли. Вот, собственно, если что, буду, как говорится, закрывать. И, возможно, буду брать путы со страйками 142.500, скорее всего. С тем же сроком экспирации. Вот. Подальше по инструментам. Фьючерс, Назбер. Картина в целом такая похожая. Но тут как-то тоже больше все-таки пока склоняюсь к росту. Именно к росту. В район, может быть, даже если сейчас здесь остановки не будет, в район 30 тысяч по фьючерсу. Я думаю, что в ближайшее время цена тоже по нему может прийти. Фьючерс по Газпрому у нас также стоит. Примерно сейчас в диапазоне на месте. Вот. Тоже интересное место. В принципе, здесь можно тоже рассмотреть покупки какие-то. Даже, кстати говоря, для внутридневной торговли. Можно рассмотреть, если кто торгует данным инструментом. Где-нибудь в район даже 23 тысяч. Примерно. Таргет. Сделать. И где-нибудь тут уже входить. Фьючерс на доллар. У нас давно стоит уже в диапазоне. Никак его, собственно, тоже не пройдет. Тут тоже следует, на мой взгляд, смотреть внимательно. Потому что в случае ухода ниже, я думаю, что в 73. В этом случае точно может сходить цена. А если посмотреть чуть глобальнее, может даже и в 72 где-нибудь. Но в целом, если сейчас здесь диапазон удерживается, тоже Игорь Николаевич его отметил, вполне возможен поход наверх. Даже, может, в район 76-77 в ближайшее время. Поэтому тоже сейчас за ним слежу, наблюдаю. У меня топ-2 пока инструмента. Это РТС и СИ. По поводу посмотреть именно на такое хорошее движение. Может быть, через опционы брать. И давайте посмотрим нефть. Нефть у нас пока идет дальше в рост. Тут тоже место интересное. Но мне кажется, что продавят выше. Где-нибудь в район 58. В ближайшем, может быть, где-нибудь два тоже сможем прийти. Итого получается, если смотреть РТС. Пока я наблюдаю, собственно, картину. Продолжаю пока удерживать колы. Но, как говорится, рука на пульсе. Если что, буду данную позицию корректировать. Потому что мне очень пока нравится здесь ситуация. Возможно, буду делать определенные манипуляции. И по СИ. По СИ тоже, соответственно, буду наблюдать. Возможно, что тоже буду формировать позицию. Но в данном случае, если здесь удержимся, скорее всего, именно лонговую. И, думаю, тогда через Овцион, в район, может быть, страйка 76 аккуратно взять. Вот. Такие вот у меня мысли. В целом, если внутренне посмотреть, можно посмотреть. Вечерс на Газпром. Пока еще он не убежал. Вот. Ну и вот как-то так. Если есть вопросы, тоже я отвечу. Сейчас я остановлю демонстрацию. Пока. Спасибо большое вам за ваш обзор. Здорово, здорово. Есть чем поторговать. Пока не убежали от нас наши инструменты. Это правильное замечание. Вот. Мой вопрос. Джозеф Байден вчера встретил в должность президента США. Многие ждут глобального укрепления доллара, разворота. Ждете ли вы глобального разворота по доллару в сторону укрепления? Или считаете, что все будет идти рыночным путем? Ну, на самом деле, штаты планируют еще, как бы, выпустить на рынок еще больше долларов. Да, сейчас опять включают печатный станок, поэтому, скорее всего, я думаю, что ему будет, возможно, рост золота. Ну, в принципе, не только к доллару, а ко всем, наверное, валютам, если посмотреть. Вот. Ну и думаю, что рынок тоже должен вырасти в этом случае, потому что как раз это очень хорошая подпитка для, собственно, фондовых индексов. И думаю, что в этом плане, наоборот, рынки должны вырасти. Как должны. Я помню. Обещается, да, рекордный выпуск, как вот самая большая партия. Поэтому, думаю, что вполне возможно, что еще в этом случае возможно это самое. И даже в этом случае возможно и даже чуть-чуть укрепление дальше рубля. То есть я считаю, что стимулирующие пакеты окажут свое влияние на ослабление доллара в целом. Да, пока? Скажем, в этот момент, когда они будут произведены. Ну, по крайней мере, да. Но вопрос еще в связке с рублем. Возможно, там, не знаю, если будут вводить какие-то санкции, да, это будет отрицательно для рубля. Но так, думаю, вполне, что фондовые индексы пойдут в рост. Соответственно, Америка пойдет в рост. Может быть, и, как говорится, и нам чего перепадет в этом плане. Это что-то я сомневаюсь. Снова посмотрим. Конечно, посмотрим, да. Но все на это. Ясненько, Александр, поняли вас. Анатолий Оренбург спрашивает. А почему нефть на 58? Объясню. Чисто небольшой выход дальше за текущий такой небольшой диапазон. То есть, минимальный, опять же. Если, опять же, здесь не удержимся. Пока я вижу, что, наоборот, движение наверх развивается. То есть, ближайшее такое ценовое значение, а не более того. Ясненько. А может, выше, может, чуть ниже. Ну, так вот, примерно. Если рассматривать именно какой-то лонг, то думаю, что вполне до этого значения дойдет. Я понял вас. Понял вас. Спасибо, Александр. Следующий вопрос. Ваш проект V-Way, который вы запустили в прошлом году. Хочу уточнить, есть ли какое-то развитие, какие-то новые идеи? То есть, что происходит с ним? Идет как-то программа, который вы озвучивали в конце прошлого года? Или какие-то прорывы, какие-то новые движения? Есть, на самом деле, тоже интересное. На этой неделе как раз будет запущен сайт уже есть. Будет запущен непосредственно уже дизайн сайта, что называется, что он подготовлен, чтобы было нормально. Или не только функционал. Так сделали еще инвест-гайд. Это определенная такая методичка по инвестированию. Если кому интересно, то же могу скинуть. Там в целом именно по работе с рынком акций. То есть, например, с первой части рассказывает общее по инвестированию. То есть, зачем, почему, для чего. То вторая и третья части, это уже непосредственно по работе с фундаментальными метриками. Отобрать акции, которые интересны, которые имеют перспективу. То есть, если кому это интересно, могу прямо сейчас отправить ссылочку. Все могут ознакомиться, почитать. И я думаю, что если вы еще с этим не сталкивались, для вас это будет по-любому интересно. Особенно для людей, может быть, кто только-только-только начинает данный путь. Потому что там, в принципе, уложено все, что есть даже в интернете. Но практически в одном месте. То есть, про все показатели, про то, как это делать. Сейчас могу найти, тоже скинуть это дело. Хорошо, хорошо. Потому что читаете, буду тоже рад определенным отзывам. Потому что там старалось много людей его делать. Ну, понятно. Ну, как бы разобрали темы разные, чтобы каждый осветил. И это фактически было разработано перед новогодним праздником. Сейчас мы... Ну, я понял. Кстати, Александр, у нас завтра форум в Ютроекте ТВ. А может, приедете к 4 часам завтра, да расскажете нам подробнее про эту тему. Доклад сделаем, потому что это интересно. Так, завтра надо будет посмотреть. Мне, возможно, завтра будет встреча. А, ну, я понял. Мы тогда после передачи спишемся, обсудим эту тему, я понял. Хорошо. Да, сейчас я буквально тут. Просто если есть, пока вы ищете, хочу сказать, что если есть, коллеги, всем говорю, если есть что-то новое, какая-то разработка, ее надо выкидывать сразу. Время бежит, время меняется, появляются конкурентные продукты. Кто-то из конкурентов увидит, как выкрутанулись, все откопирует, новую упаковочку сделает, и все, и ничего не докажет. Потому что это же компиляционные материалы. Поэтому здесь, если что-то появляется, надо сразу выкатывать, месяц-два активно пиарить, и потом оно уже дальше само пойдет. Ясненько. Поняли вас, Александр? Спасибо. Что-что? Выложил ссылочку. Да, увидела. Спасибо большое. Ну что, спасибо вам за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения. Спасибо большое. Всем удачи. До свидания. Всего доброго. До свидания.